Всем привет! Сегодняшнее видео предназначено в первую очередь для начинающих FPV-пилотов и касается темы настройки цифрового OSD в Betaflight. Если вы являетесь опытным пилотом, возможно оно вам будет не очень интересно, ну а для новичков мы разберем все этапы настройки цифрового OSD, а также некоторые моменты, которые иногда остаются за кадром. Итак, поехали! Ну и начнем с самого начала. Для того, чтобы у нас работал цифровой OSD, наша прошивка должна быть собрана с соответствующей опцией. Если вы покупаете новополетный контроллер, она наверняка там есть. Если вы покупаете полетный контроллер с рук или переходите с аналога, то не лишний про это вспомнить и перепроверить. В вашей прошивке должна быть опция OSD HD. При этом OSD, SD и VTX, если вы летаете топ-каной цифре, вам не требуется. Вы можете смело их отключить из своей прошивки. Возвращаемся к настройкам OSD. И, кстати, большая просьба подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Поставить лайк и написать комментарий по итогам этого видео, если это видео окажется для вас полезным. Следующим шагом, после того, как мы убедились, что наша прошивка или перепрошили полетный контроллер с поддержкой OSD HD, нам необходимо выбрать, на каком порту у нас установлен наш VTX. Это вы можете посмотреть в документации, или на самом полетном контроллере может быть написано, на каком UART это работает. В моем случае это третий UART. И здесь, в колонке периферии, необходимо выбрать VTX MSP плюс DisplayPort. Выбираем, нажимаем Save and Reboot. Опять-таки подключаемся. Кстати, это все дело можно сделать через пресет. Это делается через пресет чуть-чуть более быстро, но тем менее всегда необходимо помнить и знать, как это сделать вручную при отсутствии пресетов. Выбираем здесь, пишем OSD, находим OSD for FPV VTFA, DJI O3, Avatar HD. Выбираем здесь тот же самый наш UART 3 и нажимаем PICK. На самом деле все здесь несложно, просто вам устанавливается MSP DisplayPort Device MSP, который мы установили там. Устанавливается видеосистема HD, это делается в вкладке USD, мы сейчас это посмотрим. И выбирается 3 UART. Теперь переходим на вкладку OSD и смотрим, что у нас здесь есть. Если мы делали пресетом, опция HD здесь будет стоять по умолчанию. Если мы делали это вручную, то проверьте, что у вас стоит не Auto, не PAL, не NTSC, а именно HD. Выбираете здесь HD и далее мы видим в левом столбце все показания, которые мы можем вывести на экран. Это на абсолютно ваше усмотрение, что хотите, то и выставляете. Давайте, например, поставим, например, ESP, выставили, взяли и перетащили в ту часть экрана, где вам необходимо это отображать. У меня и так этот OSD достаточно сильно захламлен, но смотрите, что еще у нас есть. У нас есть три профиля OSD. Здесь у нас, как видите, один, два, три это элементы, которые отображаются в каждом профиле. В данном случае, как вы видите, у меня все элементы отображаются только в первом. Ни одной галки во втором и третьем не стоит в столбце. Я использую только его один. Если по каким-то причинам вам необходимо использовать больше, чем один профиль, это все легко настраивается. Вы точно так же, например, выбираете, например, в втором профиле я хочу видеть только среднее напряжение на ячейке. Ну, а в третьем профиле, например, я хочу просто видеть целиком батку. И все. Нажимаем Save. Как видите, здесь ничего не изменилось. Почему? Потому что мы отсматриваем сейчас профиль 1. Выбираем здесь профиль 2. Видим, как он будет выглядеть. Выбираем профиль 3. Видим, как он будет выглядеть. Для того, чтобы применить этот профиль в квад, нам необходимо выбрать его вот здесь. Активный OSD профиль. Текущий у нас, видите, профиль 1. Мы можем, например, выбрать профиль 2. Сохранить. Отображение у нас здесь не поменялось, но внутри квада бетка запомнила, что ей необходимо использовать второй профиль. Если мы не хотим каждый раз сюда заходить и тыкать текущий профиль, меняя его вручную, мы можем это сделать по свитчу. Как это настраивается? Заходим в вкладку Adjustment. Выбираем тот свитч, который мы будем использовать. Поскольку у нас три профиля будет, наверное, логично использовать трехпозиционный свитч. Поэтому я выберу AUX 3. Включаем. У меня на третьем AUX трехпозиционный свитч. Здесь выбираем OSD профили Selection. Здесь также ставим AUX 3. И растягиваем Range на целый диапазон. Нажимаем Save. После чего можем переключать наши профили уже прямо в поле. Даже в том числе во время полета. Просто щелкая наш трехпозиционный переключатель. Как это выглядит? Выглядит это вот так. То есть вот нулевое, нижнее положение трехпозиционного переключателя это профиль первый. Среднее положение это профиль второй. И верхнее положение это профиль третий. И если вам это необходимо, можете это смело использовать. Как видите, настройка цифрового OSD не представляет никакой сложности. И в принципе не сильно отличается от настройки аналога OSD. Но вам необходимо еще помнить несколько моментов. Во-первых, есть редкие случаи, при которых нас предупредляет Betaflight. Это в том случае, когда вы все настроили правильно, а OSD у вас все равно не поддерживается. В этом случае вы можете зайти в вкладку CLI. И, например, сделать следующую команду. Set DisplayPort MSP Font. И поставить его в 4.0. Это необходимо сделать в том случае, если ваш VTX не поддерживает многостраничные шрифты. Но я проверил, как улитка, так и DJI O3 поддерживают. Поэтому вы можете использовать дефолтное значение по умолчанию, которое 0.1.2.3. Нажимаем Save и возвращаемся. Также есть нюанс, который вам может пригодиться, если вы используете O3 и очки версии G2. Это как вывести некоторые показания за пределы экрана. Делается это очень просто. Заходим в меню настроек, заходим в режим дисплея и выбираем вот здесь 90%. Кстати, если ваше OSD показано очень криво, проверьте, что у вас вот в этом же меню, вот здесь выбраны HD. И еще один момент, который необходимо помнить, хотя он не совсем относится к настройке OSD. То это то, что очки версии V2 от DJI и Vista не поддерживают по умолчанию OSD. Вам необходимо поставить VTF OS. Если же вы используете очки V2 вместе с O3, то у вас никаких проблем. OSD у вас точно так же по умолчанию должно работать. На этом, наверное, все. Видео получилось достаточно коротким, но надеюсь, кому-то полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Каждому буду рад. Всем спасибо и всем пока.